Добрый день, компания CodreLine. В этом ролике хотелось бы рассказать о рассылке отчетов с помощью типовых механизмов в 1S ERP. Все основные параметры рассылки указываются в соответствующем справочнике. Для того, чтобы к нему перейти, зайдем в раздел «Инследование», «Непечатные формы отчета и обработки» и перейдем к справочнику «Рассылки отчетов». В пульте в теле есть возможность создавать неограниченное количество рассылок, а также при необходимости объединять их группы. Для этого по команде «Создать группу» создать им группу, указав ее наименование. Записать и закрыть. Далее по команде «Создать» создаем собственный элемент справочника. Заполняем основные реквизиты. Это наименование, указываем группу в случае необходимости. К примеру, выберем ту, что мы только что создали. Далее необходимо указать вид рассылки. Есть три варианта. Первый вариант – это отчет, указанный получателем. В данном случае всем получателям будет отправлено одинаковые отчеты. В качестве получателей могут быть пользователи, физические лица, контрагенты, партнеры и организации. Второй вариант рассылки – это свой отчет для каждого получателя. Данный отчет позволяет персонализировать отчеты для каждого получателя с учетом их требований. И третий вариант – это «Только мне», то есть это личная рассылка автора. В качестве примера выберем этот вариант. Укажем адрес электронной почты, на которую будет управляться рассылка и перейдем к закладке «Отчет». По команде «Подобрать» есть возможность выбрать тот отчет, либо отчеты, которые необходимо рассылать. В качестве примера давайте выберем отчет из раздела «Склады доставка», «Ведомость по товарам на складах». После того, как отчет выбран, появляется возможность настроить этот отчет с учетом требований пользователей. К примеру, можно изменить период, за который необходимо получать отчет, указать различные отборы, указать возможность детализации до регистрации. После того, как настройки сделаны, по команде «Предварительный масс-просмотр» есть возможность проверить правильность настройки, убедиться, что все требования пользователей учтены. Далее мы переходим на закладку «Расписание». На этой закладке возводим флажок «Выполнять по расписанию». Появляется возможность указать периодичность расписания, время начала, либо воспользоваться командой «Заполнить по шаблону». Здесь представлены различные варианты. К примеру, можно выбрать вариант по будням и иметь время рассылки, например, на начало рабочего дня. Далее переходим к закладке «Доставка». Указывается электронная почта отправителя. Указывается тема рассылки. Есть уже созданный шаблон, можно его изменить. И далее есть поле для заполнения текста письма, которое также предзаполнено, но его можно изменить. Можно указать важность рассылки – высокая, обычная, либо низкая. По умолчанию это обычная важность. Далее есть возможность отчет отправлять в качестве прикрепленного файла или вставлять в текст письма. Причем это не взаимоисключающий вариант, и можно установить оба флажка одновременно. Есть возможность сделать так, чтобы пользователи не видели других пользователей, которым этот отчет отправляется, возведя соответствующий флаг. Есть поле для указания адреса ответа в случае, если требуется. Также настраивается формат сохранения отчета. К примеру, можно выбрать формат Excel. И шаблон номинования самого отчета. Есть уже созданные, но также есть и некоторые другие варианты, которые пользователь может выбрать согласно своим требованиям. Еще одна функция – это возможность указать, требуется ли отправлять пустой отчет, возводя соответствующий флаг, либо не возводя его. Также есть возможность транслицилировать имена файлов. В таком случае имена файлов будут содержать только латинские символы и архивировать в zip. Здесь мы все рассмотрели реквизиты. Что хотелось бы сказать еще? Это возможность в случае, если выбран вид рассылки отчет указанным получателям, не только отправлять электронный почт отчет, но и публиковать. Здесь существует три варианта. Это в папку, в сетевой каталог и на FTP ресурс. В случае, если выбран вариант публикации, то в электронной почте может быть отправлено только уведомление о том, что отчет сформирован и опубликован в определенном адресе. Для этого тоже есть соответствующий флажок. Таким образом, мы рассмотрели все основные реквизиты этого справочника. Всем спасибо за внимание. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...